Общественное обсуждение по перечню адресов, по которым будет в 2017 году проводиться комплексное благоустройство, состоялось в администрации района. Обсуждение проводилось по заданию областного правительства в рамках приоритетного проекта «Полная прозрачность всех процессов». Именно участие населения в составлении перечня территорий, подлежащих комплексному благоустройству, такая задача была поставлена перед муниципалитетом. Речь идет о том, что последние корректировки в план следующего года внести на общественном обсуждении, которое учитывает и рассмотрение жалоб поступивших от самих жителей, в том числе и на портал Добродел. Из 25 дворов, которые мы на будущий год запланировали, по 10 у нас произошло вот это вот, как сказать, пересечение, да, то есть вошли 10 дворов из 25, именно жители просили по Доброделу в том числе. Комплексное благоустройство дворов включает в себя целый ряд работ, в число которых входит 6 элементов – построение детской площадки, парковки для автомобилей, проведение озеленения, создание наружного освещения, установка информационного стенда и контейнерной площадки. На обсуждении, естественно, поднимались вопросы несколько шире, чем, собственно, о комплексном благоустройстве дворов. Например, о хоккейной коробке в Образцово. Сейчас мы общественная палата контролируем этот момент, но мы так просим, чтобы на баланс была поставлена хоккейная коробка, которую жители за свои деньги сделали. Но, к сожалению, они своими средствами сейчас не могут залить, то есть пустует коробка в зимнее время. На обсуждении прозвучало предложение административно-технического надзора о том, что необходимо предусмотреть четкое закрепление ответственных лиц за уже благоустроенными территориями. Депутаты напомнили и о том, что все работы в следующем году надо начать своевременно. Вопросы сроков. Вот где, я думаю, общественная палата, да, и мы, депутаты, тоже должны максимально пододвигать нашу администрацию, чтобы сроки как можно именно летом все вот это делать. Работа была долгая. У нас вот Елена Ивановна в комиссии по ЖКХ. Мы этот вопрос решали все, распределяли и так далее. Очень долго на всех заседаниях. Сегодня встреча, я считаю, прошла результативно. Подтвердили ранее сформированный перечень, услышали мнения представителей общественной палаты, депутатов, пожелания со стороны Государственных надзора, которые мы учтем в дальнейшей нашей работе. Перечень адресов комплексного благоустройства дворовых территорий в городском поселении Щелково, спланированный на 2017 год, опубликован на официальном сайте администрации Щелковского муниципального района. Андрей Цеханович, Александр Рожевский, телерадиокомпания Щелково.